Секретные материалы Телеведущая Малика Таирова Экстравагантный дельшот Мирзамуродов Самая честная Шаира Мирсадыкова Лучший из лучших Он сам просил себя так называть Оскар Джалилов Они попытаются ответить на вопросы, на которые до них еще не отвечал ни один человек Вы готовы? Да Паша, я к себе не с устными руками, кстати Ну-ка, что у нас? Хотя шоколад принесло А, давай вот так вот мы не будем Это шоколад Да, это шоколад Мы не будем показывать Что это? О, у тебя эстетика на передаче, что ли, появилась? Да, да Язык Хочешь на татарский Но русский я чуть-чуть плохо знаю Заранее тебе скажу Хорошо Прежде чем мы начнем Тебе нужно подписать вот это вот соглашение Подставить свою фамилию, имя, отчество И о том, что ты соглашаешься с нашими условиями нашей передачи О том, что все твои ответы будут фальсифицированы И подставлены на монтаже туда, куда нам будет угодно Это точно? Какое? Я просто там русский написан Точно, точно Здесь ни кредит, ничего нету, да? Ну смотри, Паша, я тебе верю Зря А я прочитать могу? Прочитаю, но ты ничего не поймешь То есть, если я даже шибко умная, вы можете сделать из меня глупого человека? Да Я что-то боюсь, не знаю Может быть, я завтра без квартиры таким образом останусь Была бы у тебя квартира Здравствуйте Здравствуйте Поэтому у меня и нету И подпись моя Да Ну ладно Спасибо большое Теперь Малика поменяла свою фамилию на Ким Спасибо большое Малика Таирова, давай начнем? Давай, поехали Давай Почему не выпускают корм для кошек со вкусом мышей? Я не знаю, может быть, есть со вкусом мышей У меня просто кошки нету Ты бы попробовала такой корм? Если бы у меня была бы кошка, конечно Со вкусом мышей? Да Хорошо А можно перезаписать? Я опять буду самая глупая на этом свете Ты сейчас реально хочешь правильный ответ дать? Да Да, я тебя умоляю Я, кстати, ел корм для кошек Мне было тогда 15 лет Ну это твои личные проблемы Ну так вот я тебе хочу дать аргументированный ответ Почему я считаю, что все-таки похож корм на вкус мышей? Ты и мышей пробовал? Вчера? Нет В 15 лет? Да Когда ты заедал корм для кошек? А ты готов? Чунгам Если на змею надеть носок, это будут штаны или носки? Памперсы, наверное Памперсы Это будет походная кровать Это будет штанина Штанина? Да Ты что, ветеринар, что ли? Ты когда-нибудь думал, какое бы имя дала тебе твоя собака? Во-первых, про собак тебе говорить опасно Во-вторых, собаке имен не дают В-третьих, у меня нет собаки То есть пожив со мной, понаблюдая во мной дома Я бы назвала ее Гульнара На самом деле, то, что мне сейчас пришло в голову, я говорить не буду Потому что это Аскар, ну, меня не с лучшей стороны покажет Как будто бы я глупая Я-то умная Но, наверное, может быть Это будет скучное название, но слишком эмоционально можно так Да Как понять, сидит голубь или стоит? Он стоит Как понять? Потому что у него такие короткие лапки, что сидеть просто невозможно, они не сгинаются А ты можешь показать? Ну, у него вот... Господи Ну, если на лобовом стекле твоей машины есть узоры, значит он сидел На дорожку На пассажок А если нет узора Значит, он летел мимо Сидит? Сидит? Да Утроаттана Утрада Утряпта Или Туряпта Да Как понять? Торекен мадьян чмема Че он говорит, понимаешь? Помогите меня, оператор, пожалуйста Как отличить ядовитую змею от неядовитой? Ну, если только после укуса, если ты не помер, то она была не ядовитой А по виду, я не знаю Ядовитый это хавит, да? Вот такие змеи, что ли, да? Да Руку подставить Под кого? Под змею Под змею? Да И понятно станет сразу Так Так, да? Ага Вот так вот Когда в Диснейленде Ты фотографируешься рядом с Микки Маусом Ты, естественно, улыбаешься Откуда ты так уверенно говоришь, что естественно? Ты хоть раз там был? Ты очень улыбчивый человек А, ну, хорошо Вот А как ты думаешь, человек внутри Микки Мауса улыбается? Я до сих пор верил, что Микки Маус настоящий был там Ты раньше в зоопарке не работал? Нет Ну, давай В цирке работал, да? Я тоже так думал Мы оба не улыбаемся Я бы тоже не улыбался Что дальше? Что дальше? Ребятки! Где активность? Где юмор вообще? Паша Ким ведущий И сланцы Сланцы? Да Ну, хорошо, сланцы Хорошо, сланцы Я буду все говорить, да, на все, окей Да Ты же хозяин этой передачи Она вообще как, рейтинговая? Прайм-тайм выходит? Ну, мы, наверное, в пятницу 18.00 какую-то передачку выкинем Уберем, да Да, и поставим Ну, да, конечно Окей, и вот, наконец, блиц Опрос? Ой-ой-ой Да Нужно отвечать быстро, но не обязательно одним словом Хорошо Какого цвета зеркало? Ок Серебряного Ой, синий Красивого Когда ты в него смотришься А я не смотрю на других в зеркало Какого вкуса вода? Безвкусная Вчера Ну, смотрят, с какого района? С твоего У меня он относится, по-моему, к Челанзару, немножко соленоватая Паша? Да Я откуда знаю? Кто убил Мертвое море? Море И что такие? Не знаю На этом вопросе вы решили ответить на русском, да? Хорошо, спасибо большое, Шарапа Окей, я предлагаю тебе поучаствовать в еще одной нашей рубрике, которая называется «Секретная личность» Сейчас мы на тебя наденем приспособление и тебе нужно будет... Еще раз, приспособление скажи, плохо записалось Приспособление Вот так, отлично И тебе нужно будет угадать, кто ты есть Итак, по правилам нашей игры, ты должен задавать мне такие вопросы, на которые я отвечу либо да, либо нет Ну, давай Давай Я человек? Да Я мужчина? Да Я лучше себя? Да Тогда это кто угодно Актер? В каких-то моментах, да Подожди, ты только да или нет отвечаешь В каких-то моментах это уже лично Да Вот так В нашем веке? Да Отечественный актер? Да Тогда можно дальше не продолжать играть, я мало знаю современных актеров в лесу Давай все-таки попробуем Ему больше сорока? Нет Хотя бы я молодой мужчина, правильно? Ему больше двадцати? Да Он знаменит? Да Я красив? Нет Аккуратнее? Нет Он же тоже, может, смотрите, этот актер, некрасивый актер? Нет Я смешной? Да Позвал Джона, что ли? Нет Он в шоу-бизнесе? Нет Он поэт? Нет Писатель? Он политик? Нет Он вообще известный? Очень Высокий? Да Я работаю на Азор ТВ? Нет Тогда вообще у меня кончились варианты Давай так В их профессии присутствует актерское мастерство Ты что, про КВН говоришь, что ли? Нет, ну, где КВН, где... Подожди, я его знаю? Да Откуда? Все знают Так, он живой? Да Он блондин? Нет Я лысый И это ничего не даст Давай так, это связано, во-первых, со спортом Это общество людей, нескольких людей Одиннадцати Я спортсмен? Логика А? А? Да Это футбольная команда Великолепно Оскар Жалева, браво Великолепно Красавчик Блестящее шоу Следующая наша рубрика Секретный инстаграм Сейчас тебе нужно будет угадать Вот, посмотреть А что у тебя рука трясется? Не твой, что ли, планшет? Он очень дорогой И что я смотрю? Ну, посмотри, как ты думаешь, чей это инстаграм? 792 тысячи подписчиков? Это не мой Мои фотографии только для того, чтобы отвлечь внимания Паша Ким Джанов А Не листай, это одна картинка А почему я должен знать, чей это инстаграм? Ты не должен знать, чей это инстаграм Тогда я не знаю, чей это инстаграм Давай предположим Давай Давай А по каким критериям я должна понять, чей это? По фотографиям, по количеству подписчиков А, да Ну, здесь у нас есть Снежная королева Сардор Милана, что ли? Ну, он та еще Снежная королева, но это не Сардор Милана Описание ты писал? Нет, это оригинальное описание Это однозначно инстаграм узбекского пользователя Явно Ну, я не знаю, кто это Давай, я тебе дам подсказки Она играла в таких фильмах, как Разлука Невеста из Кореи Ее имя в переводе означает «три струны» Блестяще, спасибо А как переводится «три струны» на узбекский? «Три струны» на узбекский переводится как «Ситора» Это группа «Ситора»? Нет, это одна из «Ситор» Я знаю, кто это Это «Ситора Алимджана» Это «Ситора Алимджана» Великолепно, дай мне Ты знаешь какую-нибудь актрису с именем «Ситора»? Нет Ну, давай А что ты меня сейчас выставляешь в таком стрессе? Как будто бы я ни одного актера не знаю, ни одного актрисы узбекского Что значит «я выставляю»? Ты не знаешь ни одного Ну, ты же меня подставляешь под этим? Ты по Золджану вот только знаешь Да, я знаю по Золджану Ну, я тоже знаю по Золджану У нее есть вот такая вот картинка Фотография А как ты думаешь, как она подписала эту фотографию? Я и клоун Ну, учитывая, что она в Бангкоке, в Таиланде И у нее так себе джинсы И она стоит около Макдональда Так и называла «Рональд Макдональд» Да Да? Нет И у Алишера Узакова есть вот такая вот великолепная фотография Как вы думаете, как он ее подписал? Клиналистку Паша, кя Ну, что делать? Эх, мои деревни Эх, моя деревня Да Там, если вы присмотрите, там четверостиши Стих Шер Там Да, да Как вы думаете, какое стихотворение он там написал? Еще раз повтори, пожалуйста, Паша Я тебе раньше сказал Я сейчас скажу И дальше скажу, что я немножко... А как бы вы подписали эту фотографию? Ем и не толстею И еще один вариант Давай подсказку Очень ванильная там Знаешь, что? Ну, ладно, вам не скажу Я его люблю Рональда Макдональда А подписала она ее как Представьте себе Какая была бы тишина Если бы люди говорили только то, что знают Смайлик сердечко и смайлик руки Это мы уже спросим у Ситора Алимджанова, если она придет к нам в нашу передачу Кэтта давраларда отырдум януб Бахарның еліге чықтым Кованым Яшадым шу елінің мехирге қаным Неге сенге вақтапмадым? Азиз Паша-джан Вы хотите узнать, как подписал Али-Шару-Захов? Кем дур менден күткен, неге мен кемден күтай Шамаласа дзіл мабада, харханда болды болар Кондар, джаракын Ты шутник, да? Итак, дорогие зрители, у нас еще одна рубрика Поэтому не удивляйтесь, что наши некоторые участники выглядят немного иначе Потому что мы дали им немного времени подумать, согласны ли они участвовать в ней или не согласны Потому что она довольно такая, возможно, для некоторых неловкая будет Наша рубрика называется «В каком классе тебя выгонят из школы?» В первом Ну, это понятно Мы будем тебе задавать довольно простые элементарные вопросы За каждый правильный ответ мы будем давать тебе пазалджонку Пазалджонку? В нижнем углу экрана будет очень счастливое лицо Джахангира Пазалджанова Но если ты будешь отвечать неправильно, там будет очень расстроенное лицо Джахангира Пазалджанова У тебя есть три попытки расстроить Джахангира Пазалджанова, три возможности Заранее прошу прощения За каждый правильный ответ вы переходите в следующий класс Хорошо, почему Джахангира? Мы его любим Что? Ты готова? Нет Поехали Какой самый большой человеческий орган? Что за вопрос страшный? Три подковы и сапоги Почему три лошади равняется 30? Не знаю Следующий вопрос Хорошо Блиц по географии Самая высокая гора Это Памор Эверест Эверест Серьезно? Да Вручай, пожалуйста Чтобы не думали зрители мне Ничего не знают На Э начинается Вопросы повтори, пожалуйста Самая высокая гора? Эверест Это правильно Хорошо, я знаю Самый правильный ответ К сожалению Малико Тебе подсказывали Самая маленькая страна Это у нас Ватикан Спасибо Давай Частиц сделаем Че там Рыжи Сейчас мы будем выводить Танэш Белэш На новый уровень Да И будем выводить Дель Шадоке До шестого класса Хорошо Блиц по географии Хорошо, я знаю Самая высокая гора Эверест Правильно Самое глубокое озеро Ой Байкал, по-моему Все верно Самая маленькая страна в мире Ватикан 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 Все верно Мы вас поздравляем Вы переходите в пятый класс До шестого Спасибо Спасибо огромное вам тоже